Дорогие зрители, сегодня театр индийского танца Таракова представляем здесь, который работает в Москве, был руководством нашего замечательного учителя, гуру Ашвани Ника. Он приехал к нам из Ильи в 1996 году, работал в посольстве. Так мы с ним познакомились, все его узнали, и так он остался здесь преподавать нашим русским людям индийский танец. Сегодня, к сожалению, он отсутствует по причине плохого самочувствия. Мы сегодня покажем вам тему, посвященную праздничной Индии. То есть это та Индия, которую мы любим все с вами, русские люди, которые мы видим в фильмах, которые мы представляем себе, когда слышим музыку. Это яркие костюмы, это украшения, звенящие лунницы на ногах, браслеты. И, конечно, когда мы приходим учиться, когда мы идем в концерт, и первое, что приходит к полу, это какая-то веселая, жизнерадостная музыка. Нам не хватает в нашей серой жизни немножко радости и счастья, которые есть в индийском танце. И очень многие композиции, песни посвящены в Индии праздникам. Потому что, ну, индусы народ любящий петь. Мы, русские, тоже любим петь. Мы всегда много пели исторически. Сейчас, наверное, поем меньше. А в Индии поюты всегда, везде. И начну я в свою программу. Я буду их в первую минуту располнять. Традиционно любая программа, любое дело посвящается в Индии слоноголовому богу Ганеш. Я буду изображать его головой слона. Это уха. Это уха. Это уха. У него большой живот. Он любит сладкие шарики. И он устраняет все препятствия на пути. В индуции в Индии все люди поклоняются ему, чтобы он благословил их на начало любого дела. Потому что все препятствия уйдут. Все вокруг станет благоприятно. И обращаемся мы к нему как к божеству. Дева. В Индии божество, полу-боги, боги. Он называется Дева. Это одно из названий. Также есть названия Бхагаа и другие. Итак, первый конец. Давайте сразу, чтобы мы проснулись. А то сегодня такая погода дождливая. Начнем сразу нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok